Три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. Тут, короче, вообще жесть, вообще. При этом руками всё делают мужья. Давай, ну ты вмешивай, ну ты чё стоишь? Зачем ты протираешь два часа? Быстрей! А жёны говорят им, что делать по аудиосвязи. Ложка где? Ложка! На мелкую тёрку. Не на эту мелкую. А-а-а! Да, это непросто. А что делать? Ну вот он издевается с нами. Я просто его убью. Если муж с женой хотят выиграть 100 тысяч рублей, им придётся стать командой. А? Толстый? Да, очень. Ой, мне соски жалуются. Быстрее, у тебя мало времени. Кто из пар лучше приготовит блюдо, определит наш многомишленовский шеф. Наконец-то правильный баклажан. Страшно занудный и дотошный. Наша нудота. Распадётся семья благодаря говяжьим котлеткам. Я тебя убью. Я сейчас заплачу, Рябин. Или сплотится и выиграет деньги. Поднимай тарелки вверх, какой ты красавчик! Это «Моя жена рулит». С вами шеф Женя Павлов. И Марина Федонкин. Мы начинаем. Вода кипит, у меня ещё и голова кипит от тебя. Это шоу «Моя жена рулит». Здесь мужья притворяются глухими, а жёны срывают голод. И всё это из-за 100 тысяч рублей. Давайте познакомимся с нашими участниками. Жёлтенькие, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда приехали? Здравствуйте, я Ольга. Это Андрей, мы из Санкт-Петербурга. Чем вы занимаетесь? В индустрии красоты работаем. Я управляющая салонами красоты. А я барбер. Стригу, брею мужчин. Как мы познакомились, Андрей, с тобой? Давай-ка вот... Ну, это, короче, было лет 17 назад. Я встречалась с Андреем другом. Начала встречаться. Ну, начала, окей. Ну, он мне на день рождения вообще-то вот такого медведя подарил. Букет цветов большой. И друг вернулся к своей бывшей девушке. Андрей решил меня поддержать. И вот как-то так получилось, что он до сих пор меня поддерживает. А я поддерживаю его. Ох, сейчас я про тебя просто всю правду матку. У Андрея есть такое качество его характера. Он не умеет извиняться. Он не умеет признавать, да, реально, свои ошибки. 17 лет. Да, я тебе серьезно говорю. В Ольге ненавижу больше всего ее... Такое... Ну, давай. Как зажжется, как зажжется. Мы пришли за победой. Вместе мы непобедимы, как скала несокрушимы. Желтенькие, на что потратите 100 тысяч рублей? На мою мечту на туфли Сары Жессики Паркер. Укладывайтесь в то. Да, еще остается Андрею обновить гардероб. Две футболки. На 5 тысяч мы полностью решили обновить. На скидках. На рынке. Две футболки. Мне хватит. Достаточно. Я вам желаю удачи. Спасибо, Марин. Мы переходим к розовеньким. Здравствуйте. Как вас зовут? Какие вы яркие, высокие, стройные. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Меня зовут Вероника. Чем занимаетесь? Я занимаюсь развитием бизнеса в крупной французской компании. Мы отправляем всевозможных людей на проекты «Нефтегазы». Вероника, а ты чем занимаешься? Я специалист в СММ и связи с общественностью. Я также профессиональная модель. И в этом году мы ездили на конкурс «Миссис мира» в Лас-Вегасе. Я вошла в топ-15. Наше название – заводной крем. У нас есть девиз нашей команды. Главное – на кухне сердцем не робеть. Мне 29 лет. Мне 33 года. Мы женаты официально 2,5 года, вместе 5 лет. В семье в основном готовлю я. В основном это вегетарианские блюда. Когда муж хочет что-то, запрещенку какую-то, он готовит сам. Да, одной травой меня кормят, представляете? Чем больше травы, тем лучше. Второй наш девиз. Сегодня, во имя искусства, я могу попробовать мясо. Восплочение нашей семьи, скажем так, на общем проекте. У нас много семейных фишек. Бегаем по квартире голышом, поем вместе с котом. Ну, в общем, у нас сумасшедший дом. Повторяем за котом, на самом деле. Мы потратим выигрыш на покупку яхты. Орезиновую лодку назовем яхтой. Он просто недавно выучился на капитана и теперь мечтает о яхте. Будем откладывать на яхту. Я вам желаю удачи. Спасибо. Переходим к нашим синеньким. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Меня зовут Джей. Мы приехали с города Ярославля. Вот, ярославский парень наш приехал. Видно, да? Чуть-чуть загорел. Ну, чем вы занимаетесь? Я психолог. Педагог. А я СММ-менеджер. Мой семья Пакси. Мне 24 года. Мне 33. И у нас есть прекрасный малыш. Я смене психолога. Я провожу онлайн. Мы женаты вместе 4 года. Я вообще никогда не думала, что у меня сведет судьба с таким прекрасным мужчиной. Да, ты впервые так говоришь. Да, да. Как-то стремно. Мы постоянно ругаемся. Мы не постоянно ругаемся, Врунишка. Давай ты говори лучше. Хорошо? По нам видно, мы люди с разных континентов. У нас разный взгляд на жизнь. Но я очень такая эмоциональная, вспыльчивая, чувствительная. Он более такой спокойный. В некоторых моментах меня подавляет. Со своим спокойствием. Наша команда называется Black & White. Черно-белое. И наш девиз. Меньше слов, больше дела. На что потратите деньги? Мы инвестируем эти денежки. Потом мы купим таунхаус себе. Да. А, ну вот. Многоходовочка. Серьезными запросами ребята у нас сегодня. Ну что ж, мы совсем ненадолго прощаемся с нашими мужчинами. А Евгений расскажет, что именно вы будете готовить. Сегодня вам, а вернее, вашим мужьям, под вашим чутким руководством, предстоит приготовить... Утиную грудку со свекольной ежевичным муссом и глазированным шалотом. Я охуела. Медовая какая-то свекла, какой-то лук, шалот. В первую очередь, конечно же, ваш мусс из свеклы. Все очень просто. Вам нужно будет взять свеклу. Взять, собственно говоря, ежевику. И проварить их в один день. А для вас я специально записал этот видеорецепт. Наливаем в кастрюлю немного воды. Помещаем туда же свеклу, ежевику, сахар и щепотку соли. А также веточку розмарина. Прогреваем в сотейнике до неполного выкипания воды. Пробиваем блендером до однородной массы, параллельно добавляя к сантану. Процеживаем через сито так, чтобы пюре было однородным и густым. Пюре готово. Смесь орехов высыпаем на сковородку и немного обжариваем на среднем огне в течение 3-5 минут. Далее добавляем сливочное масло и ложку меда. Готовим утку. Делаем крестообразные надрезы на коже утки. На холодную сковородку выкладываем грудку кожи вниз. И на среднем огне вытапливаем жир в течение 5-7 минут, пока жир не вытопится. Параллельно готовим соус из меда, соевого соуса и винного уксуса. Томим эту смесь в течение 3-4 минут в сотейнике. Переворачиваем грудку, добавляем получившийся соус и розмарин. Обжариваем все на более высоком огне и поливаем раскаленной жидкостью утку в течение 2 минут. Убираем утку в фольгу и даем ей отдохнуть. Берем две головки лука-шалот, разрезаем их пополам вдоль, вынимаем из лука серединки так, чтобы получились лодочки. Заполняем лодочки глейзом и запекаем лук при 200 градусах в течение 5-7 минут. Делаем медовую свеклу. Дольки свеклы смазываем медом кисточкой, посыпаем солью и запекаем при температуре 200 градусов 5-7 минут. И в самом конце выкладываем ореховую смесь в центре композиции, сверху половинку грудки утки, делаем красивый мазок из мусса из свеклы и ежевики и украшаем половинками медовой свеклы и луком шалот. Я уверена, что мой муж справится и все приготовит вкуснее всех. Ну, я не понимала, как мне это приготовить. Как приготовить это моему мужу, это просто до свидания. Друзья, напоминаю вам, что вам нужно приготовить две идентичные подачи. Одну для моей дегустации и вторую для дегустации ваших жен. Ну что, вы готовы? Да, капитан. Три, два, один. Поехали, время пошло. Оля, давай быстрее. Андрей, ситуация просто вот такая. Утиная грудка со свекольным ежевичным муссом и газированным луком шалот. Делаем крестообразные надрезы на утки. По коже, по коже сделай. Вот эти вот такие. Перевернутые. Кожа, Андрей, да, кожа. Я знаю, что это кожа. Нет, Андрей, ты не так, ты аккуратно, просто легкие надрезы. Легкие? Ты надрезаешь саму прям курицу. Андрей, ты меня слушай. Все нормально, успокойся, угомонись. Поворотка холодная, масло. Да, Андрей, нет. Возди просто все, я тебе говорю. Шкура вниз, или это важно? Пока что шкура вниз. Нужно делать заготовку свекольного пюре. Где свекла вообще? Свекла? А, ладно. Давай, ее кидай в какую-нибудь кастрюлю. А знаешь что? Знаешь что? А плита как работает? Давай, соображаем немножечко. Ты тыкай, все потом разберемся. Хорошо, давай, говори. Что? Ежевику 100. 100 грамм. 100 грамм. Я не знаю, 100 грамм как выглядит. Ну, я... Идея примерно есть. Нормально? Взял. Все или нет? Нормально, нормально. Свекла с розмарином и с ежевикой, она должна прогреться. Примерно минут 7-5. Сколько? 5-7 минут, я не знаю. А ты что, угадаешь? Да, конечно, сижу и это, думаю. Нет, дай поточню. Нет, пожалуйста. Это утка шипит? Да. Спускай газ, иначе она подгорит просто. Да, есть. Молодец. Есть, шеф. Есть. Ты у меня послушный такой? Вот бы думал он такой установочек поставить. Бери сотейник, наливай туда мед, соевый соус, винный уксус. Давай-давай-давай, быстрее ли? Это ты вылил весь соевый соус? Да. Ну, капец, нам. А ты можешь попробовать? Это в основном будет соевый соус по вкусу. Ну, блин, это жесть. Мы делаем соус. Мёд нам надо. Что нам надо? Мёд. 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 Жёлтенькая такая субстанция. Вот, берём мёд. Ну, давай, наверное, не весь. Я не знаю, там, по-моему, ещё куда-то, мне кажется, надо будет. Что значит «кажется»? Андрей. Ну, вот половину я вылил. Соевый соус, то же суши, в который, да, макают. Сколько? На глаз. Ты же любишь всё на глаз. Что значит? Вот то и значит. Всё, налил. Давай, собирайся. Отлично. Мне на газ ставить это всё? Ну, а как ты в ладошках это будешь всё? Шевелись давай, скорее, скорее. Давай, что? Бери лук-шалот, отрезай попки, вытаскивай сердцевинки оттуда. Ну, что значит сердцевинки? Ну, в прямом смысле у тебя должна такая, типа, выпендрёжная кожура ресторанная остаться от этого лука. Ясно. Ну, я чистую его для начала, правильно? Надо загореть. Милый, почисти лук для начала. Я тебе так и сказала. Ты не такого не сказала. Убираем всякие оттуда попки. Попаньки. Тебе понадобится мёд. Убираем попаньки. Мила, смотри, параллельно тебе нужен мёд. Где у тебя мёд? Мёд у меня. Я вылил весь мёд, ты же мне не говорил, что надо оставить его. Ты соевый соус тоже вылил весь? Да, дорогая, хорошо бы сказать заранее, когда я пользуюсь чем-то, что оно мне ещё понадобится. Сахар вместо мёда могу добавить. Чуть-чуть добавь сахар, пока Женя не видит. Смотри, разрезай сначала грудку. Разрезать? Её на две части, чтобы у тебя появи... Блин, я не помню. Понятно. Вот покажи мне на камеру. Вот её... Пипец, что это за лепёшка вообще? Давай-давай-давай, лая-лая-лая-лая-лая, давай. Раз, два... Блин, я не знаю, насколько лучше разрезать. На две разрез... Посредине? Посредине разрезай, будем есть так, да, всё нормально. Хорошо. Теперь куда? Давай, говори. Куда, куда? Подожди и не ори, мань. Так, выкладываем на холодную сковородку. Сковородку, средний огонь, ты там контролируешь, чтобы она не умерла у нас на сковородке. Нравится ли тебе сочетание утки с ягодами? Классическое вообще. Да, да, да. С ягодами? С ягодами. Мне тоже очень нравится. А вообще вот свёкла, она с ягодами, кстати, тоже очень хорошо. Такая универсальная такая. Да, есть, но с лавкой точно есть. Да, и сочином, вот что ещё немаловажно. Пошла к девочкам. Давай, Марина. К сочинам нашим. К сочнейшим. А я пока посмотрю, что тут. Всё, давай быстро вот эта смесь у тебя с ежевикой, которая... Смесь с ежевикой. Давай. Нам надо этот взбить сейчас в блендере. Андрей, у тебя остался мёд? Мёд, к сожалению, весь бодяжный. А при чём здесь мёд? Я не плата сейчас с кем. А, нет, это мёд, это мне. Это мне смазывают. Андрей, в смысле? Ну, да точно, помогает. Он там добрый. Приехали победить, а он там мёд налево и направо раздаёт. Пасечник, ты посмотри-ка, чё. Ты этот мёд собирал, чтобы раздавать щедро так вот врагам? Он что-то прохалил. А я тебе скажу, что он не один такой будет, так что ты не переживай. Там вот их группа вот этих просёров. Оль, духовка. Андрей, что духовка? Духовка классная, духовка. Нам тоже на домой нужна такая духовка. Кстати. Похоже, не будет вся гардероба. Нам духовка нужна, я передумала. Андрюнечку где отхватила? Начинала встречаться с его другом, вдруг вернулся к своей бывшей, а он меня поддержать пришёл. Тебя утешил, да? Да, вот утешил. Первую же ночь утешил или... Нет, я пуританкой была очень долгое время. Три дня держала пуританство. Зиму. Зиму? Так это глупо. Я была непреклонна. Зиму-то теплее, что было, надо было. Марин, ну зато 17 лет верой и правдой. Но ты вот не похожа, которая верой и правдой. Не похожа? Ты шалунья, я тебе скажу. Ну я такая, я у-ля-ля, да? Да-да-да, я же вижу. Слушай, долго ещё? Смотри, теперь ты очень аккуратненько добавляешь ксантан. Ксантан. Вот сюда вот. Андрей, с кончика ножа прям. Он что-то нюхает там. Он что-то там ищет. У него что-то там ещё. Всё, он нанюхался ксантана. Всё, пи***ец. Мужику, пока. Удачи. Спасибо большое, Марин. Начинай потихоньку... Паниковать? Что, давай говори. Паниковать что-то 10 минут назад должен был. Давай-давай-давай, говори, что с солью. Нам надо процедить всю эту пи***у. Из сотейника наливаю в утку вот этот соус. Там не сильно много этого соевого соуса. Дорогая, но он уже там. Что я могу сделать? Ну ты можешь его как бы слить немного, если там его много. Привет. Привет. Алло, алло, алло. Переворачиваю утку, чтобы она танцевала в этой всей вот... Хи***е задание. У шефа такого не было, чтобы утка ещё танцевала. Ты чего, мать? Ты ему зачем утруждаешь-то жизнь, не понимаешь? Ему бы приготовить, чтобы утка танцевала. Сколько вместе вы живёте? Мы вместе пять лет. Мы познакомились, начали жить буквально через неделю вместе. Всё. Ну, затянули эти, скажу. Вообще. Чё, на неделю-то, конечно, чё-то... Затянули? Конечно. Так, милая, смотри, меня вот сейчас отвлекает, меня уже отвлекает. Я слышу то, что ты вообще не про готовку уже там. Ты... А ты как он должен понять, где у неё профиль? Поверни её. Это профиль. Это анфас. Это попочка. Бери, пожалуйста, эту утку, заворачивай её в фольгу, и пусть она отдыхает. Дай ей отдохнуть. Вот, всё, отдохнёшь. Держись, милая. Пусть яхте не лёгок. На месяц мира легче не было. Ладно, невозможно с тобой разговаривать. Ты прям... Я как-то ракушка. Тут потому что у тебя такое алчное рвение к его яхте. Ладно, давай, удачи. Спасибо. И давай поактивнее работай, потому что чуть-чуть подтормаживаешь. Держись. Тебе немного осталось мучиться. Я вообще не мучаюсь, я... Конечно, да. Ты герой. Смесь орехов высыпаем на сковородку и немного обжариваем. И вода туда, да? Сколько? И вода? Нет, 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 подожди. Полная *** у нас. Полная ***. Извиняюсь. Кать, полная ***. Это у меня. Он же мыслящий человек. Он же ведь не совсем у тебя дурачок. Я ничего не понимаю. Представь, что ты женгубу готовишь. И как мы это сделаем тогда? Ё-моё. Что такое женгуба? Это его национальные орехи обжаривают в сковородке. Он сейчас тебе её сделает. Ну, это будем пробовать. Где вы с ним познакомились? В Ярославле. Он приехал учиться, я приехала учиться. И вот как-то знакомились. Откуда он приехал? Из Анголы. А ты? Я с севера. Лара, я сейчас тебя убью. Ты со мной-то говори. Чем он тебя заманил, кроме экзотики? Он прям добивался меня целый год, бегал за мной. И сдалась. И я вообще... Я однажды проснулась и сказала, блин, не могу без него. Где мой человек? А вдруг он там что-то наколдовал на тебя? А, я тоже думала. Я уже съездила в страну, уже всё проверила. Нормально всё? Всё, он всё ок. Говорит, нормально всё наколдовал, как бы не умрёшь. Просто жить будете до конца своих дней, и всё. Может, он сейчас что-нибудь на шамане, там, сидая мань. На шамань, пожалуйста, что-нибудь сидаю и хорошее. Как ты его называешь, Ласкова? Мань. А почему мань? Мань, потому что... Бабушку звали мань. Не-не-не. Нет, мань. Он хороший был, как моя бабушка. Добрый. Мы просто раньше скрывались, я точнее скрывалась, что я встречаюсь с мужчиной. Лая, со мной поговори, пожалуйста. Короче, давай... Ладно, не буду, ты будешь говорить потом, что из-за меня вот у тебя... Приходи попозже, ладно? Попозже. Мы пообщаемся. Мань, чтобы сильно солёным не было, понял? Солёным. Чтобы сильно солёным не было. Сильно солёным, да. Хорошо, тогда ещё чуть-чуть соли. Я говорю, чтобы не сильно солёным было, блин. Успокойся. Всё будет хорошо, не переживай. Начнём с наших силеньких. Катя говорит, что Джей, похоже, её зашаманил. Ну, всё возможно. Но как у него получится зашаманить нашу утку, мы увидим в конце. Наши жёлтенькие. Судя по крику Оли, Андрей может остаться без гардероба в сумму 3 700. И наши розовые. Вероника даёт очень ценные и правильные указания Николаю. И, возможно, они на пути к своей мечте, к яхте. Хотя, что это за яхта за 100 тысяч? Только им известно. Убери, пожалуйста, лук пашот у тебя. Лук шалот. Шалот есть. Разрезаем пополам вдоль. А попки обрезать? Андрей, зачем попки? У тебя лодочки чистенькие внутри. Не надо его чистить. Тебе нужна внутренность. Я понял, понял. Андрюнечка, ну ковыряй ты быстрей. Тихо, тихо, тихо. Всё нормально, мать. Сейчас всё будет. Ну что ты копаешь-то? Сейчас подожди, мне нужно чистить, да, сковородить. Ну так ты у ребят ещё там спроси, мужчин надо по сутку тоже помыть. Так успокойся. Короче, обжаривай орехи на сковороде, как мы рис жарим, когда он мокрый. В чём? От солнечного масла или в чём? Просто тупо на сковороду, да. В орехи добавь в сливочное масло 50 грамм и ложку мёда. Мёда у меня не осталось, как ты понимаешь. Перемешивай это на самом максимальном огне. Милый, быстрее. Максимальный огонь. Что уже милый, быстрее? Я сделал максимальный огонь. Перемешивай орехи. У тебя должны типа казинаки получиться. Орехи сгорели. Не переживай, пожалуйста, у тебя руки трясутся. Жесть, не ожидал, что у меня такое случится. Не волнуйся, всё нормально. Мань, лук, слайсами, не надо нарезать только слайсами, слайсами. Вот так всё ли сделают? Так, смотри. Как это страшно выглядит, но это должно быть так. Да, 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 сделай красиво. Мне нужно бокальчик игристовый, чтобы я не нервничала, потому что ты её тут напрягаешь. Берём две штуки лука. Это ещё что ли? Возьми ещё лук. Я не понимаю. Вот, я уже сделал. Я уже сделал. Что делать теперь? Нужно разрезать. Куда теперь? Я уже делал, как ты говоришь. Лук что ли? Я не понимаю вообще. Я тоже ничего не понимаю. Внимание! Осталась одна минута. Бери, пожалуйста, сейчас утку. Утку? Утку, п***ь. Утка, утка. Кря-кря. Так. Андрей, нам не надо чистый стол. Нам нужна красивая... Не надо чистый стол. Андрей, а мне тоже, п***ь, нужны утку пополам по диагонали. Разрезать? Не, п***ь, сложить. Возьми столовую ложку, поверни её обратной стороной и внутри баклажана сделай белую полосочку. Я реально тебе... Нет, другой стороной. Обратной стороной ложки. Ну, той, которой ешь, правильно? Нет, обратной стороной. Ну, я так и собирался. Которой ты не ешь, п***ь. Я так и собирался. Ты можешь не кричать, пожалуйста? Я сейчас психовать начну. Пюре бери, мань. Да-да-да-да. И ложкой вот так вот, хопа, и вот так, хопа, мазни, 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 мазни. Куда, куда? И вот ложкой проведи по этой мазюкалке. Как рот, как рот, как рот. Да, сделай как баклажан. Я начинаю обратный отсчёт. Три. Это куда? На тарелке, просто чик-чик, всё. Два. You're my best. Один. Давай-давай, скорее. Всё, время вышло. Убираем руки от стола. Привет, я Евгений Павлов, шеф-повар и ведущий шоу «Моя жена рулит». Ну что, смотришь на наших участников и думаешь, мой муж приготовил бы лучше? Участвуй в фотомарафоне телеканала «Суббота» в «Одноклассниках». Поделись фотографии блюда, приготовленного твоим мужем и выиграй эксклюзивную форму для дошика, а ещё огромный запас лапши быстрого приготовления, чтобы мужу больше не пришлось стоять у плиты. Моя жена рулит. В воскресенье в 10 вечера на субботе. Ну что, мужики, понравилось за плитой стоять? Ну да, немножко непонятно. Стресс. Ну получилось, то, что получилось. Что имеем, как говорится, то и имеем. А у нас впереди дегустация жён. Катюх, ну что, как в самочувствии? 50 на 50. Смешанные чувства, да? Собственно, те чувства, которые мы сейчас видим на тарелке. Смешанные. Давай, женат. Начнём с утки. Готово, что ли? Ощущение, что ей нужно ещё полежать, отдохнуть. Ну, может быть, я просто люблю максимально прожаренное, поэтому... Ну, у нас, видишь, мы добивались не максимально прожаренного. Я понимаю. Ты же видела это, что ими тогда... Мишельновский повар. Да, там глаза у тебя были развязаны. Естественно. Евгений максимально развязан своих фантазий. Вкус грудки есть. Давай, я тебе совсем чуть-чуть даю. Как соус. Такое есть заключение. И такие вкусовые ощущения есть. Так, ещё есть свёкла. Давай, открывай рот. Ну, 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 ну. Свёкла как свёкла. Ей надо быть что-нибудь туда, сверху, на неё. Что на неё надо было? Не знаю, её вот надо в каком-то соусе сделать. Но она не может быть вкуса свёкла со вкусом свёкла. О, ещё гореленького отъеду. Твержна. Открывай, ешь. Слушай, орёшки прикольно. О, смотри. О, смотри. Ну и оценку давай. Один-четыре. Неожиданно. Ну, я сегодня справедлива. Благодарю. Очень щедро. Мы ставим этому блюду четыре балла. Ну, она хорошая. Спасибо. Спасибо за добрую жену. Сейчас посмотрим. Это моё блюдо. Иван, что мне улетело блюдо. Вот утонька. Грудочка. Ну, давай, жена. Такая же, как и та. Ты думаешь, я одно и то же уткой кормлю? Ощущение, что да. Нет. И чуть-чуть силикона там немножечко. Силикон? Да. Ну, есть такое ощущение. Но это не мешает. Да. Нам подруга всегда так говорит. Немножко силикона не мешает. Свёкла поменьше. Вдруг она такая же? Нет. Свёкла, она такая же, поэтому я тебе её не дам. Тут больше ежевички. Прикольно. У тебя же орешки зашли. Да. И после орешков у тебя же как бы было желание поставить оценочку повыше, да? Да. Ну и как? Жена. Тоже сладенькая. Тоже сладенькая. Вот это видишь? Прям сладче, чем то. Слушай, ну, блин, я люблю сладости. Ну, по мне видно, в принципе. А я люблю жирности, по мне тоже видно. Слушай, тебе это не мешает, поэтому... Мне уже давно ничего не мешает, дорогая моя. Давай. Давай поставим. Давай, давай, давай пятаку. Ну, давай. Пятерочку, давай пятерочку. Пятерочку поставим? Ну, это сладенькая, вкусненькая. Так, блин, мы бы знали, чтобы пироженку сунули, и опять тоже бы пятерочка. Всем бы ставила пятерочки. Ставим пять баллов. А-а-а, вот оно. Чувство. Давай, любимая, попробуй. Открывай. Вот тебе уточка. М-м-м, тоже прикольно. То есть, а тебе это были... А что там за жир попался? Жир? Это кожа, помнишь? Или ты хотела без кожи? Хочешь, выплюнь. Блин, уже поздно. Давай соус. Давай, давай, давай. Необычно. Ну, не сладенько тебе. Ну, не сладенько. Ну, Катюшки не посладили-то. Сыпаша будет по вкусу, как среклайн. Нет, сейчас среклайн должен быть нормальный. Да. Ну, было сладенько, нет? Нет, да? Ну, выплюнуть не захотелось. Нет. Ну, что-то тебя зацепило там? Или просто за шестерочку зацепилось? Нам надо еще мазика, чеснока и сыра. И прям будет салат бомбический. Огонь и водки. Тема. Мазика чесноком не добавила. Как так? Давай, Катюшка, орешки. Ну, как? Ну, как? Ну, вкусно же. Ой, слушай, соленая. Ты знаешь, как в пакетах продаются вот эти арахис соленый? Я тебе скажу, что тут арахиса-то и нету. Ну, в общем, короче, соленая. Игристая будет? Нет. Из игристого только я тут. Ну, тут должна быть. Такое, больше брожение, чем игра. Подойдет. Ну, и какую оценку мы ставим? Ставлю четверку. Спасибо. Спасибо. Мы ставим этому блюду 4 балла. Блюдо своего мужа Катя оценивает выше всего. А вот желтая и розовая команда получают по 4 балла. Что за красавица вышла? Ну, что, как оно? Что, здоровье? Нет, ничего. Травлю себе иду. Ну, я тебе буду... Слушай, я вот так вот здесь выбираю, потому что я вижу. В отличие от тебя, да. Ну, как вижу? Знаешь, такое. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, давай пробовать утку. Ну, придется отведать мяско немножко. Я, конечно, вкус мяса чувствую. Слава богу. Ну, как бы и все. Просто мясо. Сейчас тебе орешков. Орехи вкусные. Прямо такие. Орехи. Тут все оценили орехи, я тебе скажу. Нет, нормально так. Одинаково прям. Соус, вот я единственное не поняла. Можно еще раз соус? Что-то какое-то каша-малаша какая-то просто. А так вот она, наверное, так и должна быть. Мы просто Евгения как-то не можем добиться. Именно вот этот вот соус, какой он должен быть. Я честно поставлю четверку. Твердую. Ну, мы ставим 4 балла этому блюду. У нас сегодня очень добрые жены. Никому они же четверки не дают. Так, вот тебе уточка с соусом. Вот это вкусно. Ты представляешь, милая моя, ты героиня, ты веган. Пошла есть утку на программу ради яхты мужа. Да, ради мужа. Открывай, орехов тебе засыплю за такие подвиги. У нас вон Олька себе тухли хочет отжать, понимаешь, на эти деньги. А ты вот такая просто. Орехи такие солененькие. Не, на пятерку прям так вкусно. Да? Угу. Ну, что ж, раз на пятерку, так на пятерку мы этому блюду ставим 5 баллов. Ну, красава. 5 баллов. Добрейшая жена просто максимально. А скажи, пожалуйста, ты мясо не ешь, потому что тебе не нравится мясо? Или просто по каким-то убеждениям? Ну, вообще, я йогой занимаюсь. И йога, она как-то все равно людей уводит в вегетарианство волей-неволей. Так, я тебе соусом даю уточку. Открывай рот. Такая просто, я выгляжу тварь. Человек говорит, я йогой занимаюсь. Я, ну, ой, круто, йога. Открывай рот. Открывай рот. Просто стоит... Который, знаешь, этот, сбивает с истинного пути. Мне кажется, вот как раз-таки здесь утка, она не пережаренная, а вот аль денте. Орешки тебе дам. Вот это самое вкусное. Реально. А до этого было какое? Ты сказала, то самое вкусное. Ну, я там просто как бы... Ну, такая ты. Здесь орехи вкуснее. Не постоянная ты, Лептюре? Вот я что скажу тебе. Запеченный такой. Давай свеколочки тебе. А лучок? Лучок? Конечно. Никого не кормила луком, но тебя вот с удовольствием покормлю. Худая сволочь. На. Худая сволочь. Реально вкусно. Такое, как... Вот на костре как будто немножко есть такое. А, был? Ты не слышала, Зава? На костре все и делаем. В костре сидели. Вы же в костре сидели с гитарой тут. Свеколоньки? Ну, давай уже. Открывай рот. Вкусно? Запаковывайте. Сколько ставишь? 5 с плюсом ставлю. Плюсов нет у нас. Ну, 5 и сердечко. Класс. Хитрюка какая-то. Она все угадала. Мы ставим этому блюду 5 баллов и лавок. Ни один вегетарианец не пострадал. Ни один. Кроме... Кроме утки. Браво. Молодец. Вероника щедра на оценке. Своему мужу и желтой команде ставят по пятерке. А зине команда получает твердую четверку. Ну, что, Олька? Ну, а масечка моя? Рассказывай. Что? Ты отпустила тебя или на нервы еще держишься? Нет, меня отпустила, но я теперь начинаю переживать за гардероб мужа. Зажелудочно-кишечный тракт. Ну, у тебя желудочек какой? Прям такой вот расстроенный-растроенный весь. Ну, он может расстроить. Открывай. Давай, мать. Ну, как тебе утонька? Мне чуть-чуть не хватило соли именно в свекле. Да. А так нет, мне очень понравилось. Орешки, говорят, женщины наши удались у всех на славу. Давай, Оленька, пробуй, там все вкусно. Ну, вот орешки могли бы быть повкуснее. Как будто чего-то не хватает, это раз, и пересоленное. Все-таки соли лишние. Я тебе свеколоньки еще, вот что я тебе не дала. Так, открывай рот. Вот. О, ну, это тоже вкусно. Так, и сколько ты бы выложила за это добро? Твердую пятерочку. Четверка. Ладно. Мы ставим этому блюду 4 балла. Спасибо, Оленька. О, это мое блюдо. Открывай рот. Ну, тут... Че тебе не так? Ресновато. Утка и соус, да? По-моему, и то, и то. Давай, орешки, открывай рот. Так. Ну, нормально. И сколько баллов мы ставим этому блюду? Тройка. Дар под дыху просто. Мы ставим этому блюду 3 балла. Это мое. Поехали. Уточку. Открывай рот. Ой, она что-то наткнулась зубом. Ну что, может, орех был? Может, что-то... Семечко от ежевики. Вот это оплошность. Ну, тоже пресновато. Орехи? Да. Очень много меда. Ну, тебя это не устраивает. Нет, меня это не устраивает. Не угодишь. Ну, и сколько мы ставим этому блюду? Я могу двойку поставить? Да, пожалуйста. Я очень извиняюсь, но... Это мое субъективно-объективное. А что мне? Мне-то что? Мне ж какая разница, там, жива ты будешь. Не жива потом. Это двойка, да. Ой, провал. Мы ставим два балла этому блюду. Да, жестко, жестко. По головам идет. Мать-то что, нельзя так? Оля оказалась самой строгой. И поставила синей команде два балла. Розовой команде влепила трояк. А своего мужа она оценивает на твердую четверку. По итогу дегустации жен синяя команда получает 11 баллов. Розовая команда – 12. А в лидеры выбивается желтая команда, которая набрала 13 баллов. Дорогие друзья, хочу вам открыть тайну. Евгения мы здесь держим не только для того, чтобы он подъедал еду за вами. Это называется дегустация у Евгения. И он за это ставит 10 баллов за подачу и за вкус. Это максимальная оценка. Но не каждый может угодить вкусам Евгения. Ну что, начнем с синих? Джей, неси-ка сюда свою тарелку. Сейчас посмотрим, что получилось. Вид можно всегда подкорректировать, а вкус нет. Можно было подкорректировать. Учтите. А я учитываю. Вкус для меня важнее, это правда. По поводу подачи. Это не та подача от слова совсем. И она настолько далека, насколько я от... Анголы. Насколько ты от Анголы далек, вот настолько и далека эта подача. У тебя получилась только одна утка, да? Поэтому ты попробовал. А у тебя на той тарелке была вообще утка? Да. Нет, была. Ну подождите, вы одну грудку приготовили? Да. Я разрезала на 4 части, что тебе непонятно. Где у нас слайсы свеклы? Обратите внимание, у всех они есть в том или ином виде. Почему нет слайсов свеклы? Ты их не успел выложить или ты их не приготовил? Мы вообще, в принципе, их не делали. Я вижу попытку сделать красивую кляксу из мусса. Но именно попытку, не более. Казинак отдаленно напоминает то, что было у меня. Но здесь его очень мало. Как будто это подача реально высокого какого-то блюда. Так и было. Но почему-то сомнение, что по вкусу оно будет именно вот высоким. Лук-шалот. Честно, лучше бы ты его не выкладывал. Он у тебя как будто был ранен свекольным муссом. Он даже обжегся, когда доставал этот лук. Я вижу, ему больно. У него кровь идет. Она про мужа. А, ну ладно. Давайте-ка попробую. Но утку-то удивительным образом не передержал. Она приготовилась, и при этом там есть сок, хоть и немного. Все-таки суховато. Хотелось бы сочнее. Попробуем твой микс из орешков. Микс приятный. Там есть все, что там должно было быть. Молодец. Спасибо. Лук-шалот. Явно у тебя не запекся как надо. Хотелось, чтобы там были темные отметки. Вот, кстати, есть похожее что-то. Это пока я не похвалил так просто. С барского плеча немножко. Это для вас не похвалил. Для вас это вся жизнь, да? Я детям рассказывать буду. По поводу мусса. Что у нас с семенами? Ты не успел ее протереть через сито? Он протирал, причем до конца. Он протирал, но, да. Не до конца? Да. Сам мусс по вкусу мне нравится. Если бы там не было семян, я бы тебя за него похвалил. А так не могу, к сожалению. Мне кажется, я готов выставить оценки. Подумайте хорошенько. Забери, пожалуйста, свой конверт и блюдо. Я готов. Можно подавать? Николай, конечно, можно. С удовольствием. Самое время. Я сразу скажу по поводу микса семян и орехов. Ты сам прекрасно в курсе, что ты их сжег. Это самое вкусненькое здесь. Вот этот вот замечательный рисунок, который должен был быть на тарелке, у тебя совершенно не получился. Я вижу здесь улыбку Джокера. А ну и смотри, на поводу утки. Да, ты явно ее приготовил, причем конкретно. Ты ее почему-то варил. Отсюда результат, видишь? Корочка какая-то совсем блеклая. Удивительно. Не такая сухая, как выглядит. Окей. По поводу мусса. Прекрасное соотношение соли и сахара, что я очень люблю. А вот баланс ежевики и свеклы соблюсти не удалось. Я люблю жареные. А пережаренные ты любишь тоже? А я не знаю, что... Они горелые. Мне вкусно, серьезно. Я люблю прям... Просто надо сказать что-то, что отличается от молнения. Что лук, что свекла, я бы их запек побольше. Это прям 100%. Мне все понятно, я готов поставить оценки. Николя. Благодарю. Пожалуйста, и забери, пожалуйста, так же свое блюдо. Евгений, я готов. Андрей. Ну что ж, я вижу, тебе не терпят. Да, конечно. Ты можешь рассказать еще что-то хочешь? Я вижу по тебе. Насчет орешков сомневаюсь по соли. А так все вроде норм. Все норм, да? Ну, а тут уже скажется. Ну и лук, это моя коронка, скажи, это... Эти лепестки обожженные. Это я. Это я. В них весь. Подача меня тоже не выдушевляет. Лук я тебя уже похвалил. Не буду больше комментировать лук. На сегодня хватит. Свекла. Ты ее запек? Да. Тоже выглядит такой, не слишком запеченной. Суховатая на вид. Возможно, это только на вид. Возможно. Это мы сейчас узнаем. А у меня главный вопрос. Почему эта утка, уточка, утонька моя лежит кожей вниз? А вот на этот вопрос ответит... Я так решила. Потому что... Моя удочка. Естественно, эстетически я понимаю, что рисунок весь вот здесь. Ну, кстати, кожа симпатичная. Если бы ты ее выложил нормально... Да, она была бы чудесная. Ну что ж, давай попробуем на вкус. Эта утка пожарена достаточно правильно. Но есть большая, огромная проблема. Соль. Нету? Нет. А вот свекла хороша. Там чувствуется мед, и ты ее действительно хорошо посолил. Мне все понятно? Ясно? Кристально? Поэтому я выставлю оценки. Точно так же возвращаю конверт. И... Благодарю. Ваш предполагаемый шедевр. Ребята, я не буду вас томить, потому что все не терпится узнать. Кто сегодня заберет домой 100 тысяч рублей. Евгений, командуйте. Вы готовы? Да, капитан. Ну, тогда открывайте конверты. Что же там, что же? Ну-ка, ну-ка. Желтая и розовая команды получают от шефа по 6 баллов, а вот синюю оценивают в 5 баллов. И таким образом синие набирают 16 баллов, розовые – 18 баллов, а у желтых – 19 баллов. Итак, со счетом 19 баллов победили желтые. Жена, спокойно. Мы сейчас пойдем спать, ляжем. Все нормально. Зачем успокаиваться? Все хорошо. Никаких проблем. Надо чувствовать, поработать, коммуникация. Не очень получилось. На таунхаус придется сами зарабатывать. Да, сами, да. Я вручаю вам карточку на 100 тысяч рублей. Спасибо. Мы выиграли! Завтра я приезжаю в Санкт-Петербург утром. У нас там есть такой хороший универмаг такой. Я завтра захожу туда, вот такую дверь открываю и говорю, туфли несите мне, пожалуйста. Бегу домой и ждем летнюю распродажу, чтобы купить Андрею футболку. Это было шоу «Моя жена рулит». Помните, слушаться жен выгодно. С вами был шеф Евгений Павлов. И Марина Федункев. Пока-пока! Орешки пересолил. Это я сказала ему это сделать. А утку он не посолил вообще, это я не сказала. То есть, короче, я. Там вот именно в этих двух моментах это была реально виновата я. Я знал о них, что думаю, блин, ну не может здесь быть соль. Ну так а что ты молчал-то тогда, я не понимаю. Что ты говорил? Ты говорил, хотел орехи сверху на утку. Да, конечно. Да, конечно.